Всем привет! Сегодня у нас идет разбор полетов после последней сессии. Ну, наверное, самая ударная, самая интересная сессия, которая прошла у нас. Вот, речь идет о номинации «Ржаные и выдержанные». И здесь у нас был повышенный интерес. Наверное, некоторые из вас видели нашу первую экспериментальную дегустацию, которая проходила, возможно, около года назад, по-моему. В январе? В январе, да. В январе, по-моему, этого года. Да. И там у нас было 5 релизов ржаных, так или иначе. То есть, все это было рожь. Оценки у нас были выше 80 баллов. И здесь я ожидал, что работы будут также интересны. Но хочу сказать, что эта дегустация получилась еще интересней, гораздо интересней, значительней. Из участников конкурса здесь были представлены 3 релиза. 3 релиза. А дополнительно 3 релиза я поставил на свое усмотрение, чтобы где-то выровнять, где-то скоординироваться, так, чтобы понять... Откалиброваться, короче. Ну, можно сказать, откалиброваться. Наверное, это не совсем будет правильно. Примерно плюс-минус мы понимаем, в каком диапазоне «Ржаной виски» оценивать. Тем не менее, здесь были поставлены 2 отечественные работы, не участвующие в рейтинге. Это релиз Андрея Данилова «Гленбитца» ржаная. По-моему, трехлетняя водичка. И работа ребят из Ярославля, Паши Галибина и Жени Барышникова, который на то есть их релиз, вот на предыдущей дегустации, в среднем получил у нас 85 баллов. Довольно высокая оценка, и мы его очень серьезно выделили, как ржаной виски, именно готовый для дегустации. Вот. Также здесь был один промышленный образец. Это был Джек Дэниелс «Сингл Барль Рай». 45% крепости. Ну, насколько вы понимаете, такая бутылка на полке магазина будет стоить от 5000 рублей. Это премиальный продукт, довольно серьезный. Его мы выбрали как вот именно некую планку, по которой можно примерно равняться. И хочу сказать, что результаты были ошеломительные. Мы были удивлены, хотя готовились, в принципе, к хорошим результатам. Ребята молодцы. Мои поздравления. В этой дегустации «Сингл Барль» себя вот просто никак не смог проявить. Даже некоторые наши образцы его затмели. Смогли обойти. Ну, давайте по порядку. В этой сессии мы выставили три работы наших конкурсантов. Это была работа Алексея Мышкина. Скандально всем известного по нашему первому видео, когда его, можно сказать, солодовые виски выдержкой не больше месяца получил кошмарную высокую оценку 79 баллов. Два, по-моему, было. Ну, или два. Или два. Господа, такое бывает. Ничего не поделаешь. Значит, Алексей, можно сказать, запрыгнул на подножку уходящего трамвая. Буквально там за неделю до начала дегустации он завез релиз с некими словами, что вот попробуйте, у меня есть еще одна бутылка ржаного релиза моего, но мне он не понравился, то есть это не мое. Это очень забавно было, но вот, тем не менее, образец этот показал себя с лучшей стороны. Ну, более подробно, немного позже, давайте по порядку. Значит, второй релиз был представлен Игорем Кучеровским. Это Старко. Это Старко. Ну, то есть ржаной дистиллят, выдержанный также в бочке. И, по-моему, насколько я понимаю, там легкая мацерация с листьями груши и яблони, так же, как в случае со Старко Ярославской. Вот, что, в принципе, не проявляется в самом релизе, особо сильно не чувствуется. А релиз получился довольно добротный, очень хорошего качества. Третий образец. Это релиз Бориса из города Курска. Игорь, наш курский винокур, довольно интересный мужик. Вот, активно с нами общается, задает много вопросов. Самое приятное, что делится своим опытом охотно. И вот на той первой сессии в январе мы пробовали его ржаной виски, который у нас вышел 82 балла. Это был бочковой релиз, непродолжительные выдержки, и он еще был не до конца, наверное, сформирован, но в силу своей эрганолептики и рабочей качестве получил довольно высокую оценку 82 балла. Это удивительный, на мой взгляд, релиз. Все это отметили. Низких оценок у него не было совсем практически. Вот, скажем, уникальный ржаной образец отечественный, который не то, что не стыдно. Его смело можно ставить в сет с самыми гениальными райами, сделанными, в принципе, промышленных производств. Далее, четвертый образец. У нас была Старка, всем известная. Опять-таки, скандальная Старка. Я помню, как-то она стала второй на Кубке Малого Шлема. Это прошлогодний, по-моему, был конкурс. Хотя, в принципе, ее, наверное, было не совсем адекватно ставить с остальными номинантами. Потому как она просто сметала всех, давила на своем пути. И не было ни одного релиза, включая победителя, третьего и следующих, идущих, которые могли бы хоть как-то с ней побороться. В органолептике, в послевкусии, во всех этих вот моментах она просто уничтожала все вокруг, вытаптала. Очень интересная работа, которая сегодня является эксклюзивом. Ее практически нет нигде. В Доболраме есть. Она выступала у нас в качестве, наверное, калибровочного отчасти образца. Отчасти все-таки я хотел еще раз дать ее попробовать слепой дегустацией. Это все было в секрете, безусловно. И несколько участников вот, собственно, этой сессии ее пробовали в первый раз. Ну, естественно, оценки были высокие, довольно хорошие, хотя немного меньше она у нас получила в итоге. Финальный набал буквально, но продукт довольно достойный. Ну и наш с вами лифт. Это Джек Дэниелс, еще раз говорю, сингл баррель рай. Довольно дорогой образец, серьезный, очень хороший по качеству, добротный виски, 45% крепости, который мы также сравнивали вот слепой здесь, среди этих образцов. Важно заметить, что Джек Дэниелс в этот момент, когда мы сравнивали с отечественными релизами, собственно, эту работу промышленную, даже у некоторых проиграл. Проиграл, он не выделялся, не врывался вперед. Да, все как-то интуитивно находили промышленный образец, плюс-минус, но, как сказали все в один голос, вот наши отечественные образцы все гораздо интереснее. в работе, то есть и, ну, скажем так, если Джек Дэниелс не запомнился никому, то вот работы наших ребят были на высоком уровне. Итак, средняя оценка у нас получилась, скажу сейчас сразу среднюю оценку, а дальше немного поговорим о релизах. Значит, средняя оценка, релиз номер один, Алексей Мышкин, 83 балла. Второй релиз, Игорь Кучеровский, 81 балл. Причем здесь минимальное колебание, это железный 81 балл, потому как, вот глядя на оценки участников, здесь из 8 участников трое поставили 80 баллов, четверо поставили 81 балл, и один участник поставил 84 балла. Михаил Морозов, кстати, ему очень понравился. То есть добротный, хороший релиз, Игорь, прекрасная работа. Значит, образец номер 3. В этой дегустации у нас был лидером, собственно, он в ней и победил, и его средняя оценка была 85 баллов. 85 баллов, здесь есть небольшие колебания, всего одна оценка была невысокая, 81 балл буквально, Алексей Киреев поставил. Все остальные оценки были не ниже 84, и доходили до 88 баллов. Вот. Значит, 85, средняя, превосходная работа. Четвертый образец, Ярославская, Старка получила у нас 84 балла в среднюю оценку. опять же, самая низкая была 80 баллов у Алексея Пятинских, что-то не настроение у нас было, видимо, в этот день. Ну, и доходило до 87 баллов. Даже. Бывает такая оценка. Последний образец, пятый, кстати, да, я не сказал о том, что здесь, вначале я говорил о том, что у нас участвовал здесь образец Андрея Данилова, Глен Битца, такой экспериментальный, который сейчас проходит вторичную выдержку уже в другой бочке. Значит, это трехлетка, выдержанная в рефильной сатерновой бочке, и она получила 78 баллов. То есть, она проиграла в этом сете. Ну, собственно, Андрей с ней работает дальше, дорабатывает. Джек Дэниелс взял 84 балла, собственно, так же, как и Ярославская Старка. Средняя оценка у него получилась наравне. Ну, вот, ребят, делайте выводы. Делайте выводы. То есть, если мы говорим о ржанных выдержанных, то здесь у нас все прекрасно. Очень высокий уровень. И я не могу их никак не занизить, не бросить ничего-то какого-то нарицательного в адрес производителя, потому что особо сильно тут слабых сторон нет. Слабых сторон нет. Сейчас немножко мы поговорим о каждом отдельности, что можно было бы дополнить, как, наверное, обыграть, может быть, следующие ваши работы. Но вот тут, пожалуй, уже наши комментарии будут излишни, и тут все прекрасно. То есть, нет чему стремиться уже, либо есть какие-то стремиться, но всегда есть к чему. Всегда есть к чему. Давайте вернемся к первому образцу, начнем все-таки обсуждение, что и как у нас происходило, что как было. Значит, начали мы разминку, можно сказать, с релиза Алексея Мышкина с города Клина. Я обратил внимание на работы Алексея, если мы говорим о предыдущем его релизе, то был в солоду виски, который там выдержан был два пола месяца, то ли в пике, то ли в 10-литровой бочке хересной из-под Педро Хименеса. Нет, 5-литровая, там, в Ставбондаре, в Ставбондаре до этого. Да, причем, Леша там конкретно заморочился, он купил там дорогущий херес, Педро Хименес, залил эту бочку, готовил ее дорогим хересом, хотя может было стандартный обычный Педро Хименес взять и изменений никаких бы не произошло, поверьте мне. Значит, молодец, аккуратист, очень четко все делает. Вот его образец, когда пробовали, крепость, кстати, его хорошая, она 45%, уже повыше, и это его, собственно, здорово поднимает, вот, в дегустационном сете. Значит, по этому образцу его можно перепутать с промышленным, с точки зрения того, что он ровный, гладкий, четкий. Это виски, самый лучший в сете для употребления. Вот сидеть, медитировать, со снифтером такого виски будет просто прекрасно. Отдыхать, наслаждаться им, никакой тяжести, абсолютно мягкий, пряный, приятный, ягодные ноты. Очень хороший образец, все очень сильно хвалили, но вот еще раз, глядя на оценки, самая низкая, вот оценка была Данил Винер и Михаил Морозов, 80-81 балл. Но, опять же, это дегустатор, надо понимать, что они избалованы, и, как Михаил комментировал, у меня очень хорошая работа, ну, вот не хватает ему плотности, помощнее бы его, покрепче сделать. Поэтому, ребят, старайтесь ниже вот этого уровня, там, 46-45, не редуцировать виски. Оставляйте все-таки его покрепче, и, как я говорил ранее, в предыдущих наших комментариях, оставляйте какую-то часть бочкового образца, хотя бы немного, переливайте в стекло, на хранение с ним ничего плохого не произойдет, он станет лишь интереснее, будет стариться, естественно, гармонизировать, станет еще более округлым, более гармоничным, более интересным. Значит, превосходная работа, Алексей, мои поздравления, я не знаю, что вам тут не понравилось, но замечаний у нас никаких по этому образцу, собственно, нет. Это готовый уже вариант, с которым сделать что-либо уже невозможно, это его финал, вот, эти 83 балла, честные, то есть он спокойно может бороться с любыми промышленными образцами, продающимися в магазине, вот с такой крепостью, 45%, которые идут там стоимостью там 2-3 тысячи, он спокойно с ними будет бороться, и многие из них, вот, по своим характеристикам даже задвинет, он интереснее. Вот первый образец, 83 балла, средняя оценка. Итак, идем дальше, вторая работа у нас была Игоря Кучеровского, вот такая старка, ну, интересно, конечно, старка, хорошо, вот, такой уже, можно сказать, наш исторический продукт, если сдвинуть поляков в сторону, да, с их претензиями и амбициями. Довольно неплохая работа, довольно неплохая работа, прияная, 43% крепости, но вот опять же, можно было немножко помощнее ее оставить, хотя бы 46-48 примерно, для ржаного, выдержанного, это прям идеально было. Вот, довольно хорошая работа, нет никаких особо слабых сторон, еще раз скажу, что вот у этого релиза были самые ровные оценки, 81 балл, средняя оценка, но вот Михаилу Морозову очень сильно понравился, он поставил ему 84 балла, довольно высоко, то есть наравне с Джеком Дэниелсом, он оценил, сингл баррелем, то есть в одинаковую оценку, 84-84. Естественно, этот продукт по-самобытнее, по-интереснее, с своими нюансами, довольно хорошая работа, дополнить мне его нечем, то есть, Игорь, ну, мои поздравления, очень хорошо, прям просто молодец. Это значительно выше по уровню, чем вот тот солодовый образец, который был выдержан в бочке, непонятно чем подготовленный, каким-то импирным, по-моему, ликюром, если я не ошибаюсь. И там была такая конфронтация, то есть солодовым виски, там был непорядок, а вот здесь, здесь прям то, что нужно. Это вот прям, вот оно. Виски готовы и для дегустации, и просто для вдумчивого поглощения, в минимальных глазах, не забывайте, мы много не пьем. Значит, средняя оценка, 81 балл, и, пожалуй, вот это была самая ровная оценка, такая самая солидарная, 80-81, тут колебания, вот одна оценка была, 84, у Михаила Морозова. Третий образец, работа Бориса, значит, здесь у нас использовался уже готовый ржаной виски, который Борис, по-моему, да, ну, в январе он нам его ставил, 82 балла он тогда получил. В данный момент средняя оценка 85 баллов, и вот если посмотреть по оценке, тут у нас получается, что три участника поставило 84 балла, один участник 85, один участник 86 баллов, два участника поставили 88 баллов, вот, в числе которых Дмитрий Маланчев, Даниил Винер, вот, а у Дэвана Винера, вы знаете, у него с негазимой не выпросишь, он, если высокую оценку ставит, то поверьте, есть за что, действительно. что можно сказать, вот по этому образцу есть одно только замечание, Борис, когда отправлял его, он звонил, и был расстроен тем, что Мадейра очень сильно отработала, не успел проследить, и, в общем, по его мнению, вина здесь слишком много, слишком много, и это соотнимает, собственно, стилистику виски. Действительно, Мадейра сховала этот релиз, довольно сильный, серьезный, в аромате первоначально она будет полностью выпирать, закрывая рожь, но в дальнейшем, в дальнейшем, при развитии дегустации, рожь все-таки проглядывается, хотелось бы, чтобы она проглядывалась больше, но если бы это была бы гармония полная, то здесь оценка была бы не 85, здесь оценка была бы 90, как минимум, а то и выше. Значит, это бочковой образец, крепость его 54%, что очень хорошо, при своей крепости он довольно мягоко употребляет, довольно, то есть, в нем нет никакой колкости, резкости, это приятный, плотный, яркий продукт. Вот, на мой взгляд, это шеддевр, самый настоящий получился, хочу сказать, и такой, знаете, превосходный десерт после плотного ужина, снифтер такого виски стоит дорогого, поверьте мне. Борис, мои поздравления, я считаю, что ты приблизился, вот, наверное, к одной из наших самых высоких оценок крафтовым образцам отечественным, я рассказывал как-то, что мы в 2015 году пробовали релиз Игоря Шейна, всем известного, довольно, нашего дистилера, вот, то была восьмилетняя старка, но, собственно, она была сделана из ржавного дистиллята, без всяких масераций, и просто выдержана в бочке из кавказского дуба, отечественной, и мы оценили тогда ее 89 баллов, сегодня оценка у нас ниже, 84, но если, если бы мы сегодня поставили, ну, устроили бы очень ставку вот этим двум релизам, я больше, чем уверен, что оценки были бы очень-очень рядом, то есть, тут момент неоднозначный, очень хорошая работа, и 85 баллов, это минимум, который можно поставить этому образцу, отлично, мое мнение, образец просто шедевральный, вот у меня еще одна такая бутылка с позволения Бориса, я буду этим виски угощать наших коллег-иностранцев, которые будут приезжать, надеюсь, когда все это закончится, и буду рассказывать, вот какой виски у нас в России делают, вот такие вот образцы, так что здесь неоспоримо лидерство в сети, да, сегодня этого образца 85 баллов, железных просто, и мои поздравления, Борисов. Ярославская Старка, ну, они, что говорить, они выгорели уже очень много, хватит только того факта, что мы весь сток остаток у Паши с Женей просто выкупили по их цене, и до сих пор ставим на дегустацию на разные этот виски, точнее, эту Старку, и вот, по крайней мере, дегустаторам всем она очень нравится, довольно добровый, хороший продукт в бочковой крепости, вот, надеюсь, что парни в скором времени что-нибудь такое придумают еще, и какая-нибудь очередная Старка у нас на столе высокого уровня исполнения окажется, ну, вот, такой финал, финал сегодня. есть промышленное производство виски, в том числе, там идет купажирование, фильтрация, доведение до определенного уровня, за счет чего наши ребята вот так вот, просто недоумение, конечно, приятно это все, Паш, видеть, слышать, дегустировать, непонятно, тут все сложнее, Паш, я скажу тебе так, вот смотри, я только что охарактеризовал все продукты, ты обратил внимание, я не сказал, что где-то здесь есть франкенштейн, которого сделали из кусков, слепили, мы очень сильно это наблюдаем солодовым виски, где-то даже в кукурузных выдержанных это было, дерево, здесь нет нигде дерева, если даже какие-то ноты, моменты есть, действия не настолько деликатные, тут, я не знаю, что это, волшебство, понимаешь в чем дело, вот мы сколько ржаны выдержаны наши пробы, тут все прекрасно, конечно, ярославцы там точно Ставропольский Бондарь, да, Бондарь, по-моему, 50-литровая бочка, сильно обожженная, очень, причем они мне рассказывали историю создания этого релиза, первые полгода там такое дерево было жуткое, что у них даже мысль была перегонять все это, снова изоправление, ну они оставили его, держали дальше и видишь как бочка справилась, она его насытила, но опять же, шаг назад сделаю, смотрите, это Старка, она могучая очень и для употребления прямого она не подходит совсем, это лишь дегустационный релиз, его можно выпить 25 мл, не более того, то есть выпить бутылку такой Старки, это, мне кажется, из ног пасов, то есть, она настолько яркая, перенасыщенная, что, вот здесь, как раз-таки сильное преимущество у релиза Бориса, отрыв сильный, потому как он при своей мощности, крепости, яркости, то есть, опять же, видите, бочка, бочка, Мадейра, Мадейра, у релиза, как ночь, темный, но при всем при этом, здесь нет мощной тонинности, дуба какого-то сильного, все превосходно, все прекрасно работает, единственное замечание к этому образцу, единственное замечание, действительно, Мадейра преобладает, но когда вы с ним работаете, в итоге, в завершении, в развитии, все-таки рожь, рожь выходит, да, вернемся назад, относительно промышленных и наших образцов, так вот, все они довольно были ровные, приятные, даже бочковые релизы, даже бочковые релизы, Паш, ты знаешь, вот Джек Дэниелс в них растворился, мы его поставили, и вот он как-то попал среди них, даже чувствовал себя некомфортно, хочу сказать, хотя это очень сильный образец, очень серьезный, то есть он не дешевый, это дорогой виски, сделанный мастерами, доведенный, то есть промышленный, и тем не менее, он смотрелся очень блеклым в этом сете, то есть он даже, я говорю еще раз, во многом проигрывал выставленным образцам, и если даже среднюю оценку он взял выше, чем, например, релиз Игоря Кучеровского, потому что я сейчас бы, например, эту старку взял бы с большим удовольствием, чем Джек Дэниелс, для себя, то есть для меня она будет гораздо интереснее, поработать с ней, вот, в дегустации, значительно, в ней больше интересных моментов, самобытности какой-то, вот, какого-то стиля, почерка того человека, который это делал, это приятное, все довольно приятное в употреблении образцы отечественного крафта, ребята, превосходно, просто превосходно, вот если такое мы с вами будем делать, ну, все. Потому что достаточно слабо выглядим на уровне односолодовых. На уровне солодовых мы проваливаемся, очень сильно, серьезно. Проваливаемся односолодовых, когда там 80+, ну, то есть это уже прям что-то шедевральное, кажется, более прилично в бурбонной сессии корновой выступили, да, и прям какой-то прорыв, такой, гордость за рожь. Наш выбор сосредоточиться на ржи. Я бы, наверное, рекомендовал, вот мы уже делаем какое-то свое заключение, но оно касаемо нас, нашей экспертной точки зрения, то есть нашего мнения, но вот тем не менее, я уже вижу себе рай, как вот какой-то наш национальный продукт. И понимаешь, в чем дело, все эти работы, и те, что мы ранее пробовали, и вот сейчас, они не похожи на ржаной промышленный виски. Что такое ржаной промышленный виски? Это Америка, американский, в первую очередь, виски. Мы пробовали финнов, пробовали австрийцев, и много кто, и шотландцы сейчас грейд сделали на ржаном солоде, но это совсем другие напитки, у них совсем другая органолептика, другие свойства. А рожь, наверное, не так хорошо поддается промышленной глобализации. Тяжело работать. Да, это сложный продукт, но вот как она прекрасно работает в домашних условиях, обратите внимание, все-таки что-то в ней есть. Все-таки что-то есть в этом злаке такое, что позволяет нам с вами делать какие-то шеверальные вещи. И ведь, обратите внимание, еще ни одного не было у нас жесткого провала по ржи. Мы не ставили ниже 80 баллов ни одному релизу из тех, что пробовали. Пусть, хорошо, мы не пробовали их очень много, пусть мы пробовали их там десяток буквально, но опять же, есть статистика, даже по этому десятку. У нас самая низкая оценка была 81-82 баллов. То есть это показательно. Можно делать по этому выводу. Серьезный вывод. Да, рож по красной схеме получается. Все-таки, я думаю, в основном все умается. И плюс даже наша бочка, скальный дуб, которая относительно недорогая, бюджетная, доступная. Ну, не все могут себе позволить дорогие бочки, там, Испания, Португалия. И у тебя уже более-менее, скажем так, напиток, который может достойно выступать. Безусловно. Но вот, опять же, отталкиваясь на нашу практику дегустацию. Выходит, что так. И тем не менее, это не значит, что мы должны делать ржанодистиллят и вабы какую бочку заливать. Безусловно, все эти ребята с виски работали. Это труд. Они все вложили свои знания, свои силы. Они работали, трудились, наблюдали за ним. И получилось очень хорошо. Конечно, виски нужно делать, как мы ранее говорили. Наобум здесь ничего не получится. Но это случайность только может быть. Что ж, я думаю, на этой приятной ноте остановимся сегодня и будем ждать дальнейших образцов. Да, у нас по ржи, наверное, еще одна сессия как минимум пройдет. Я думаю, что сейчас еще подходят дополнительные релизы еще. Но вот, Борис, это заявка, собственно, на победу. Я думаю, пока что сложно будет его опередить. Но не будем заходить вперед, потому что, еще раз скажу, ржаные релизы нашего производства готовят серьезнейшие сюрпризы. Серьезнейшие сюрпризы с хорошей точки зрения. Поэтому, джентл, мои поздравления, это было чертовски хорошо, поверьте мне. Недавно прошла дегустация российских ржаных в виски. И вот эта дегустация приятно удивила именно под уровнем всех представленных образцов. Потому что именно в варджи ребятам удалось сделать продукты, которые не уступают многим промышленным образцам. Ну, скажем так, по некому своему глубокачеству, как ровность, упиткость, выверенность и прочее. потому что сравнивать их один в один с американцами смысла бы нет. потому что используются разные бочки, и наши ребята использовали хересные финиши, и технологию производства Старки, что не совсем похоже на американский ржаной. Но тем не менее практически у всех получились очень ровные интересные продукты, которые именно по восприятию, когда ты его потребляешь, совсем не выступают промышленным образцам, а даже многие вот ржаны в виске начального уровня и поборят. Ну, наиболее в принципе мне понравились прям выделились два образца, это первый у Мышкина получился отличный ровный такой прям именно питьевой виски, который именно вот по своей выверенности слепую даже и не скажешь что этого делал и что это именно домашнее творчество. И третья работа это Борис из вот третий образец второй который мне понравился это Борис из Курска он использовал для финиша гухересную модеровую лубочку и прям эта лубочка скажем очень заметно улучшила и облагородила и ну скажем вывела на хороший вот уровень тот вот образец который пробовали раньше он был послабее попроще а сейчас именно получился нормальный мощный интересный физки во время конечно узнается что это домашнее творчество но по своему такому полному уровню образец очень достойный если в принципе все начнут делать луиски на таком уровне то можно будет и покупать промышленные уже вполне спокойно остальные тарки они в принципе оказались на уровне на уровне интересные продукты прям их чисто луиской не назовешь потому что мы все-таки используем яблочные игрушевые листья в лубочках но сами по себе интересные ровные опять-таки именно по этой выверенности округленности уже именно близки к промышленным когда я говорю выверенности это то что нет ничего такого к чему можно прицепиться шероховатости которая обычно выпирает у многих домашних мастеров вот здесь было качественно ровно интересно то есть там и там это продукты с которыми приятно посидеть их изучать это очень хороший качественный уровень в клубе проводится регулярной дегустации при этом когда дегустируется сингл молот в том числе домашних винокуров оценки ниже не бурбоны но скажем так корны повыше а вот я на второй и на третьей дегустации присутствовал пор ржаным и ржаные как-то выбивается и практически всегда уходят в 80 плюс вот в чем это как бы загустка я например для себя в какой-то момент анализирую это списал что есть шотландцы есть определенные стандарты корн с бурбоном где-то там в Америке поменьше дегустируете рожь вообще она такая достаточно уникальная и если там уже все откалибровано то вот на этих категориях нет такой калибровки и поэтому в том числе вы ставите более высокие оценки как-то мне кажется что именно сама вот рожь и возможно мы получаем эти стелят он и именно ну может быть за счет вот некой ну своей вот этой ядренности спайс ну с специями вот этим рассолу вот некоторым лакокраскам очень но хорошо может быть работает с нашими отечественными губочками у них получается интересная синергия что вот с титьменем наблюдается очень редко часто получается у ребят неплохие нюмейки но в бочках они теряются тут может быть есть определенные особенности да и опять ну как бы рожь это на части и наш продукт которым и давно работали и раньше хлебные вины делали вот есть но все-таки какой-то опыт работал с этими лаками ну а кукуруза ну отчасти мне кажется что это такой слегка прямолинейный продукт и американцы не делают шедевра ну просто получается неплохо а вот рожь именно для нас это самый интересный и удобный вариант для работы начали уже звучать такие мнения что в принципе рожь и скальный кавказский дуб это наш русский путь в мире виски не факт это надо смотреть и попробовать потому что опять мы попробовали единичные варианты потому что возможно вот именно обстоятельства звезды и прочее сложилось так что выстрелились опять надо смотреть могут ли ребята это дальше повторять вполне возможно может такой взлет на некий на первом на опыте на энтузиазме а потом про провал и эйфория опять все смотреть надо и опытным путем все-таки и американцы и шотландцы прошли уже 200 лет опыта отработки технологии мы же это вот начали лишь первые года и здесь возможно все сейчас сложно говорить но тем не менее мне кажется у ржи определенный потенциал в принципе и есть недавно в нашем клубе дабл драма прошла дегустация ржиных виски от отечественных производителей которая показала достаточно высокий уровень качества продуктов это были достаточно интересные образцы которые у меня получили в целом позитивные высокие оценки вообще в целом на мой взгляд именно из микро десятилерий отечественных ржаной виски выходит как наиболее качественный и законченный достаточно интересный органичный продукт в отличие от солодовых кукурузных образцов кукурузные на мой взгляд это вообще самое лучшее что сейчас у нас пытаются делать причем многие пытаются называть это бурбоном но вот бурбонов может быть интересный как сам по себе продукт но как бурбон ни одного бурбона мне пока отечественного попробовать не довелось вот до той встречи у нас было пять образцов от мышкина Алексея Кучеревский Игорь Кучеревский Борис Борис Курск Борис Курск Павел Евгений Ярославля и от нашего друга Андрея Данилова первые два были на уровне заводских массовых образцов ничуть не уступающие в своей ниши например там уже сам Джек Дэнинс Урайли чемпион третий образец у меня получил наивысший балл но его единственным минусом было то что он был выдержан балл в бочке из под Мадейра и Мадейра там уже все таки подзабила немного виски очень интересные крепленные виски Мадейра не столько как именно ржаные виски со своими нотами соленых овощей каких-то рассолов таких что там уже было виновен и вино ну и к сожалению лично у меня образец Андрея Данилова получил не очень высокий результат потому что он все таки слишком странный слишком ядовит и слишком какой-то брыкучий и сбалансированный можно дополнительная выдержка даст ему каких-то большей гладкости ровности ну и очень интересный образец от ярославских винодорин Старк я его пробовал уже не в первый раз до этого как-то мы с ним встречались тоже такой очень странный своеобразный продукт сразу после открытия свежей бутылки он вообще не похож ни на что он вызывает какие-то ассоциации с каким-то амбаром свежесваренной кашей зерновой какой-то со временем он правда из него вся дикость немного уходит он становится более интересным но может найти своего почитателя один мой товарищ из этого клуба даже приобрел вполне одну другу этой старки потому что она ему очень зашла очень понравилась вот ну в целом что хочется сказать приятно что вообще в целом уровень образцов которые мы пробовали в последнее время от российских виногонов становится все лучше лучше интереснее где-то с год назад у нас тогда была прожарка здесь собирались все дело снимал вот там даже на том уровне те образцы были гораздо ниже чем то что удалось попробовать в этом году может быть ваше модераторство работает в положительную сторону но нам уже попадаются все более более высококачественные интересные образцы надеемся на дальнейшем сотрудничество будет очень приятно познакомиться с продукцией наших виногуров оценить общаться сегодня мы поговорим про последнюю регистрацию про ржаные выдержанные дистилляты ну или ржаные виски там как-то называют я называю это рая виски 8 ноября мы пробовали ну не оставило никого равнодушного на этой сессии в том числе и меня забегая вперед скажу что прям порадовали давайте по порядку значит пробовали мы рож какой там состав конкретно мы не знаем ну какой процент там ржи яйцо и так далее но дело не в этом мы поговорим о качестве продуктов значит первым номером шел у нас продукт от Алексея Мышкина очень понравилось очень конфетно абрикосовое варенье жевательная резинка просто учитывая что возраст там наверняка небольшой не гигантский просто очень приятный образец прям пил бы и пил бы то есть отличная работа и вкус крепость там не очень большая но вкус сладкий сахарный кондитерский в то же время ржаной и после вкуса долгое есть очень хорошая работа в общем я поставил 84 балла средняя 83 отличная работа вторым номером у нас шел образец от Игоря Кучеровского правильно назвал да два года Старка тоже интересная образец и тоже кондитерский и в то же время свежий леденцы травы специи жевный сахар очень свежий аромат а дыня зрелая такая но зеленая дыня и тоже желательно резинка как это зрелая и зеленая ну знаешь есть такой сорт она умеренно сладкая и такая зеленая вот очень сладкий вкус при этом острый варенье на поджаренной корке хлеба ржанового хлеба и риск леденцы перец ну после вкуса простое но в то же время приятное 83 балла я поставил ну понравилось средняя 81 а вот третий образец меня лично очень порадовал прям ну я я примерно догадывался что это финиш в новой бочке из-под модера у меня тоже есть такая же бочка я в ней финишировал солодовые виски а вот здесь борис к сожалению фамилию не знаю борис из курска борис из курска да очень известный мастер то есть это был модеровый финиш и на мой взгляд очень удачный но от этой бочки можно ждать приятных сюрпризов и тем не менее 54 процента крепость то есть это и мощности и речковая крепость очень мощный очень сладкий в то же время кислый дуб смолы лаки в общем рожь специи травы очень насыщенно в общем кондитерский такой десертный образец во вкусе очень сладкий винный хлебный ржаной тост варенье много дуба кстати эта модера бочка она дуб дает вот у меня тоже давала оба раза то есть дуб там даже в избытке но вот здесь он прям гармоничен и риски бисквиты с повидлом ну и так далее и послевкусие не отстает очень сладкое кондитерское долгое я от всей души поставил 86 баллов это очень высокая а нет ощущения что Мадера съела сам виски и как бы охватила подавила положила на лопатки ты знаешь а я бы не сказал что плохо в данном случае нет ты знаешь мне нравятся такие вещи вот рожь во-первых ничем не победишь все равно и даже такая активная бочка винная сладкая она все равно оставляет вот этот хлебный шлейф у тебя получается и сладость и варенье и торты но в то же время все это на корочке хлеба ржаного и это очень ну мне нравится этот образец он очень сильно я думаю на любителя где любитель я знаю что тебе тоже понравилось да после вкуса да я чувствую рожь а в самом аромате как бы мне по крайней мере с моим опытом тяжело поймать было ну в общем ну это такой десерт это десерт это ну это можно сравнить с какими-то хересными монстрами в данном случае модернный монстр мне нравится такое вот я такое тоже и доделаю там люблю финишировать ну в Петро Хименесе даже вот даже в маленьких бочках на короткий срок мне нравится такое но кто-то может скажет что нет утонченности нет каких-то полутонов там баланса утонченного да я согласен что нет но мне нравится очень часто говорят что когда ты хочешь скрыть какие-то недостатки то ты используешь Петро Хименес и он как бы зашлифует все что ты там не доработал до ну отчасти это правда но я не думаю что здесь были недостатки нет я в данном случае не про Бориса а вообще что если использовать ну вообще ну кто как ну во-первых такие прям совсем уж косяки не исправишь кстати об этом можно поговорить обсуждая в предыдущей нашей дегустации доморощенного виски где вот был такой случай когда у человека не получился нюмейк ну свежая да перегонка он ее смешал с каким-то другим а он ее залил в бочку тем не менее потом смешал с какими-то двумя а в общем в итоге получилась ну это отдельная история то есть нет ничего не скрыл все это выперло и все это если прям совсем косяк то это просто не надо показывать людям уж совсем косяки не скроешь все равно ну если прям совсем не получилось ну убери это там перегони или или там или залей Андрей извиняюсь вообще совершенно не в тему вот этого нашего разговора но вот у меня в последнее время такое появилось мнение что самый честный виски это ты когда делаешь нюмейк и заливаешь его в бочку из-под дурбона и тогда вот он тебе ничто не скроет я понимаю что ты думаешь я понимаю о чем ты говоришь да а ты знаешь мое мнение что пускай цветут все цветы то есть даже у одного производителя ну допустим у меня у меня бочки есть разные это и сильно обожженный до угля дуб и средний обжиг и очень старый 20-летняя бочка в которой десятилетиями хранились там вина и виски и так далее но с другой стороны ну с другой стороны если у тебя хороший как бы сходник да у тебя хороший нюмейк почему бы его не украсить еще и Хересом или Мадерой или Портвейном возвращаемся да а третьего экземпляра ну который в общем-то был ну таким праздничным таким сладким и кондитерским мы переходим а да то есть моя оценка 86 то есть я прям завысил ну правда понравилось а тебя обычно этого не надо вот у меня есть вот эта татка да вот где я все записываю это уже третий том еще две там там оценок выше 90 очень много ну давайте сначала закончим с двумя образцами и потом подойдем общий ток четвертый был образец мы его раньше пробовали я его пробовал не один раз это Старка от Ярославских винокуров вот Женя Паша привет отличная работа я так понимаю там не только не только бочка работала но были какие-то добавки ну по старым рецептам да как они говорят ну сейчас речь не об этом о том что это очень хороший продукт вот 84 балла я ему ставлю вот вот уже который раз это наверное самый ржаной с самым выраженным иным хлебным влиянием это просто теплый хлеб свежий вот именно корочка когда буханку берешь прям только что я иногда пеку хлеб ржаной его ты ломаешь и вот эта корочка она вот прям свежая теплая ну еще и с вареньем вот такой у них образец готовил кстати а мне напомнило немножко такой вот какой-то пряник такой медовый пряник пряничная такая тема но пряник опять же ржаной такие же были пряники ну и вкус соответствующий сладкий яркий хлебный и с перчиком такой острый и все вкусы и дуба достаточно очень очень честный 84 балла просто ну тоже неплохо и подводя итоги вот это наверное была самая радостная дегустация из всех когда мы отечественные виски дегустировали самодельник вот самое приятное самое радостное и то что это было именно рож и так она себя показала ну соответственно можно делать выводы скажи Андрей а вот в принципе ребята то работают примерно по одинаковой схеме пытаясь делать сингл молд я сейчас про ячмень корн который пробовали все таки более качественно как мне показалось мы его оценили и рож технологии примерно одинаковые но при этом в сингл молд проваливаемся еле-еле да в корне уже получше а рож просто тоже не первая дегустация где я в том числе лично присутствую да и вот смотрю за работой экспертов и вижу что ну даже та январская например этого года дегустация когда все 80 плюс ушли я понимаю твою мысль вот две дегустации рожей до января и ноября и оба раза показывают очень крепкий хороший результат так что ну коллеги это намек толстый я считаю